Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного фифилакта, часть 10. Толкование на Евангелие от Луки 1, 21-23. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа. Комментарии Игнатия Лапкина Нет более темных людей на земле, как православные люди. Пастыри заморили их. Они их не кормят и не учат самих добывать пищу себе. И о чем бы ни спросили из Писания те, кто посещает православные храмы, Никто ничего не знает. И этим приносит огромный вред Церкви Христовой, как говорит святой Афанасий Александрийский. Слово же Божие повелевает изучать Библию, чтобы мы могли ответить на любой вопрос, который нам зададут друзья или недруги. 1 Петра 3, 15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отсчета вашему повании. Дать ответ скротостью и благоговением. Колосиным 4, 6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Неужели священникам выгодно иметь такую темную, необразованную массу? Неужели им не стыдно, что при встрече с любым сектантом от его паствы не останется даже праха? Толкование на Луки 1, 46, 50. Может быть, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждают. Комментарий Игнатия Лапкина. Любой сектант, еретик, узнавший о том, что мы убеждаем пастырей проповедовать Слово Божие, любить Библию даже и не поймет, как это может быть. Тот, кто не внимает Писанию, тот варится в собственных мыслях. И вера его хотя бы трижды называлась правильной, но в действительности такая вера не имеет никакого отношения ко Христу. И такая вера никогда не приведет к Царству Божию. Нам нужно слушать Слово Божие и искать малейшую возможность преклонить ухо к тем, от кого мы можем узнать истинное толкование Писания, чтобы не сделаться добычей хищных зверей. Любое заблуждение, ошибка даже у врача может стоить только временной жизни. Но невнимание Писанию лишает человека возможности превратиться из мертвого пса в живого человека и в Сына Божия. Где нет проповеди, нет внимания священному Писанию, там нет жизни, но поле мертвых костей павших животных, то есть скотомогильник. Когда был убит Юлиан Отступник, то с неба послышался голос. Пало мерзкое животное. Те, кто не внимают словам Писания, уподобляются демонам, говорит Иринар Хростовский. И во всем этом, что не слышится голос Божий через проповедь, виноватый пастырь. Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, царствия небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителя. Том 3. Страница 601. Москва. 1979 год. Сам Бог Иегова, вечный и неизменный, вынес приговор всему русскому священству и показал причину его неутекающего гнева на них, что они поставили свои слова на место Божьих слов. Своими семинариями, академиями, защитами кандидатских, магистерских и докторских, в которых нет живого слова, но разлито море человеческих вымыслов, основанных не на Слове Божьем, они затмили ясное Слово Божие, как в лосинице. Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскликнет. Псалом 118.113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. И как заклинание произнесут. Избираю Бога и Библию. Единственно Бога и Библию и ничего, кроме Бога и Библии по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Иоанн Златоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает, и погибает за то, что не следует священному Писанию. Толкование на Луки 2.15.18. Итак, дело словесных пастырей – искать небесный хлеб, и когда увидят сей хлеб, долг их проповедовать и другим, подобно как пастыри, увидев младенца, передавали о нем и другим. Комментарий Игнатия Лапкина. Нести проповедь, учить людей боговедению и приводить их к святому крещению – вот единственный наказ, оставленный Иисусом Христом своим последователям. Марка 16.15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Матфея 28.19.20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века. Только тогда, когда исполняется долг проповеди другим, Бог обещает быть с такими последователями, быть во все дни. И заключение от обратного. Если нет проповеди о Христе, и пастыри никуда не идут, но то с такими Христос не обещал быть ни во все дни, ни в один день. Толкование на Луки 3.10.18. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина. Если Евангелие известно православным прихожанам как книга, которую с великим почтением и благоговением выносит из алтаря, держа ее выше головы, как книга, лежащая на аналои, закрытая и застегнутая на застежки, книга, крышку которой можно поцеловать, то слово благовестие, то есть слово Евангелие, переведенное на русский язык, совершенно неизвестно. Но слово благовестие имеет более расширенный смысл. Благовестие означает не просто наличие этой вести в книге, но распространение этой вести, вещание ее. Проповедь Евангелия Самое доброе учение, какое когда-либо существовало на земле, есть весть о рождении ребенка, о исцелении от неизлечимой болезни, воскрешении из мертвых, победа над страшным и грозным противником. В идеале это выражается в слове о победе Христа над дьяволом, над смертью, в даре прощения грехов, что Христос умер за наши грехи и дарует нам вечную жизнь. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием Евангелия. Когда человеческое сердце, тронутое Духом Святым, принимает евангельское семя благовестия и верою оплодотворяется, душа получает неземное утешение в земных скорбях, в этой юдоле печали. Там, где нет проповеди Евангелия, знойная пустыня, заросшая терновником. Это характеристика тех, кто не родился свыше от живой проповеди Евангелия. Горя тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном. Так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Богослужения и таинства, дарованные Богом для возрожденных через благовестие, сегодня считаются крайне необходимыми для неверующих. И будто бы могут их оживить, стать утешением и наставлением. Блаженный Феофилакт опровергает это заблуждение, укоренившееся сегодня в православной церкви. Не богослужение, не исповедь и причастие, но проповедь Евангелия, благовестие есть поистине утешение для погибающих в безбожном мире. Толкование на Луки 4.1.12 Заметь и то, что знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразил сатану Писаниями. Не хлебом одним будет жить человек. Это Моисеево изречение о манне. Таразакония 8.3 Ибо хотя манна была не хлеб, однако шпитала народ. Равным образом Моисеево изречение Исии, Господу Богу Твоему поклоняйся и не искушай. Второзакония 6.13.16 Комментарий Игнатия Лапкина Подчеркнутые выше места истолкования блаженного феофилакта должны быть главным вопросом на экзамене при приеме в духовную семинарию и другие духовные заведения. Знание Писания или незнание его – вот что определяет доступ к должности священника. Вся книга Псалтирь переполнена этими призывами о любви к Богу и Слову Его. Геннадий, патриарх Константинопольский, рукополагал в диаконы только тех, кто знал наизусть Псалтирь. Может ли быть инспектором на дорогах тот, кто не знает правила движения? Как может быть пастырем тот, кто не знает, как накормить овец, чтобы они были сыты, здравы и плодовиты? Может ли быть преподавателем красноречия или музыки глухонемой? Если это невозможно представить, то почему же столько пастырей, не знающих Писания и не стремящихся к этому и не проповедующих? Как может излечить врач, не знающий врачебного искусства и на практике, не исследовавший строение человека и действия препаратов? Церковь Божия называется лечебницей, потому что там звучит Слово Божие. Таинства крещения и причащения ничему не учат, а только даруют жизнь уже наученным. Не случайно церковные каноны запрещают до 30-летнего возраста рукополагать в Пресвятера. 14 и 15 правила 6 Вселенского Собора. Четырнадцатое правило. Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы вопресвятера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был. Но отлагать до реченных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лет окрестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет да не поставляется. Пятнадцатое правило. И подиакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степь поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Чтобы он не только успел изучить Библию, но и имел хороший опыт работы с людьми. Толкование на Евангелие от Луки 4.13.15 Глубоко внимай Писанию, потому что тогда написано в силе Духа, когда Он победил Искусителя и явил силу Свою. Комментарий Игнатия Лапкина. Если рассуждать, как сегодня рассуждают православные, то блаженный Феофилакт совсем и не православный, а самый настоящий баптист. Он всюду и везде подчеркивает необходимость знания Писания, то есть Библии. А современные пастыри боятся этого как огня. Они отвергли знания Библии, и Бог отверг их и сделал глухонемыми. Прокосия 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Это будет за то, что пастыри пренебрегают Словом Божьим. Отвергли Библию. Это мы видим повсюду. За отвержение Библии Бог отвергает от священно действия пастырей. И хотя по внешней форме все будет совершаться как должно, в действительности там ничего нет. В Англии от Матфея 23.38. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и проклину ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Если в пятом веке Златоуст говорил, что большая часть священников погибает, то какой же процент спасающихся ныне? Можно ли изменить ситуацию? Если бы нашелся хотя бы один архиерей, любящий Библию на всю Россию, как много бы он сумел сделать? Если бы на целый год или на епархию нашелся хотя бы один возрожденный священник, любящий Библию, как много бы он успел сделать? Если в церкви, в храме найдется хотя бы один мирянин, простец, искренне верующий во Христа и любящий Библию, как много бы он сумел сделать и зажечь других огнем любви Пресвятой Троицы? Притом нужно не просто знание, а глубокое, осмысленное по толкованию вселенских учителей Церкви. Вот это толкование блаженного Феофилакта, одно из самых лучших, какие есть в Церкви, а может быть и самое лучшее. Толкование Феофилакта на Луки 4, 38-44 Поэтому и нам не должно быть ленивыми, не довольствоваться одним местом заключения, но всюду обходить, чтобы кому-нибудь принести пользу. Комментарий Игнатия Лапкина Сегодня этим занимаются только сектанты, такие как иеговисты, так называемые свидетели игол. На православных и здесь исполняется древнее пророчество отвержения. Матфея 21, 43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. Но кому это будет передано? Чтобы Слово Божие несли не с еретическим ядом, а в чистоте православия. И куда бы сегодня не приехал архиерей или патриарх, всюду и везде одна и та же картина. Зайти в храм в окружении пышной свиты с сомном охранников и подьяконов и богослужения, 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 тысячекратное повторение богослужения. Апостолы поступали абсолютно не так. Деяние 27 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил Слово до полуночи. Богослужение встало на место проповеди. Вот в чем выразилась нелюбовь к Библии. Толкование на Луки 6, 27-36 Итак, если бы апостолы, тяготясь гонениям, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Комментарий Игнатия Лапкина Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу, нигде не сказал, совершай богослужения и обязательно каждый день по 4 часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Деяние 18, 9 Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время, или мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы мы ему, его ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги, и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Коринфе и Ариапаге, освещать воду в Тибре для всех римлян и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если не было бы его посланий? Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце правды, то солнце Евангелия погасло бы. Толкование на Евангелие от Луки 6.46-49 Копает и углубляет тот, кто принимает слова Писания, не поверхностно, а изыскивает глубины их духом. Комментарий Игнатия Лапкина Слушать Слово Божие нужно на родном языке и в самом богослужении. Сегодняшние глушители проповеди повторяют как заклинание. В самом богослужении есть проповедь. Если это проповедь, то проповедь никому не понятна и потому мертвая. 1 Коринфянам 14.19 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Если сегодня служители тьмы ни под каким видом не допускают русский язык в храм, в богослужение, то хотя бы библейские слова, чтение по Риме, Псалтире, Евангелие, Деянии и Посланий должно быть обязательно сегодня же быть на русском языке. Библия в русском синодальном переводе 1876 года благословлена и дореволюционным синодом, и заграничным, и патриархией. Служители мрака, отступитесь и допустите Библию к народу, иначе Бог поразит вас окончательно не только глухотою и немотою, но и слепотою и полным параличом. «Есть вещи крайне нужные», говорит святитель Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. «Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть из этих песнопений совсем непонятна. А это лишает церковные книги плода, который они могли бы производить, и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. «Ныне, завтра, надобно же к сему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит». Журнал «Душеполезное чтение» 1896 год, номер 10, страница 462. «Горе вам, что затворяете Царство Небесное Человека». Евангелие от Матфея 23.13. «Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать». «Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая, хотя и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе, от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней». Феофан Затворник Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов Пункт 4. Определение 1. Введение Священного Синода, наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг и одобрение Церковного Собора благословения на печатание. 1. Доклад о церковно-богослужебном языке. Принят решением Собора. Пункт 1. Славянский язык – основной язык нашего богослужения. Пункт 2. В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения. 1. Частичное применение общерусского языка в богослужении, чтение Слова Божия, отдельные песнопения, молитвы, замена отдельных слов и речений и т.п. 2. Для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время. 3. Пункт 5. Заявление какого-либо прихода о желании служить богослужению на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью. 4. Пункт 8. Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках. 5. Толкование Фефилакта на Евангелие от Луки 8.1.3 6. Сойдя с неба за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. 7. Ибо что он не делал, делал для наставления нашего. 8. Комментарий Игнатия Алапкина. 9. Данным толкованием обличается вся пастырская практика современного православия, погрязшего в лени, трусости и корысти. 10. Можем ли мы себе вообразить, что сегодняшние митрополиты, взяв с собой 2-3 прислужника для ношения еды, будут выступать на стадионах и в домах культуры как американские сектанты? 10. Во всех церковных публикациях на снимках видны крестные ходы, хоругви, иконы, благословения, помазания. 11. Нет нигде ни слова о евангельской проповеди. 12. Значит, необходимо учиться у тех, кто проповедует. 13. Когда Ариане придумали понятные, легко запоминающиеся песнопения во времена Златоуста, то православные мгновенно отреагировали на это новшество, сразу же составили подобное, но в православном духе. 14. Если и дальше священники будут лениться и не будут обходить с проповедью города и села, то в самое ближайшее время Россия будет католическо-протестантской, а не православной. 15. Придумали какие-то юридические обоснования каноническим территориям, чтобы оправдать свое бездействие и сонливость. 16. Только животные, мочащиеся к стене, метят свою территорию, а человек живой евангельской проповедью отмечает территорию в сердцах, которые покорились благовестию. 17. Бог посылает каждого до концов земли и не ограничивает никакой местностью, чтобы на ней властвовал один человек и запрещал другим проповеду. 17. Толкование на Луки 9.1.6 18. Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. 19. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. 19. Комментарий Игнатия Лапкина. 58. Епископ или пресвитер, не родящий, не заботящийся о причине, о причте и о людях, и не учащий их благочестию, да будет отлучен. 59. Если же останется в таком нерадении и ленности, да будет извержен. 59. Епископ Никодим Милош толкует. 60. Поучать вверенный им народ есть первая и главнейшая обязанность как епископа, так и пресвитера. 60. Обязанность, которая должна предшествовать всем остальным и священнодействию и управлению церковью. 61. Спаситель заповедовал апостолам не только крестить, но и учить, и прежде учить народ, а затем крестить. Матфея 28.19, Марка 16.15-16. Каждому священнодействию должно по необходимости предшествовать учения, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры. А веры не может быть без проповеди. Римлянам 10.14. 1 Коринфянам 9.16. Горе мне, если не благовествую. А Тимофея, епископа Ефесского, заклинает Богом и страшным судом Христовым, 2 Тимофея 4.2, проповедуй слово. Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. От каждого предсвитера без различия апостол Павел требует, чтобы он из числа всех прочих добродетелей более всего отличался умением наставлять. 2 Тимофея 2.24.25. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. И епископу, и пресвитеру, пренебрегающему проповеданием Слова Божия, священное Писание угрожает страшным наказанием. Таким образом, это апостольское правило есть не что иное, как краткое выражение в форме закона предписания священного Писания, обязывающее епископа и пресвитера непрестанно проповедовать и наставлять народ в вере и добродетельной христианской жизни. Зонара объясняет это правило следующим образом. На каждом епископе лежит непременная обязанность получать веренный ему народ догматом благочестия и приводить его к истинной вере и честной жизни. Потому что Бог говорит через пророка предстоятелям народа, что если, Езекииле 3.18, не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Поэтому епископ, пренебрегший проповедью, отлучается, то есть лишается своего места служения с запрещением священнодействия в течение определенного времени. Если же будет пренебрегать проповедью и после этого, то должен быть извержен, то есть лишен священного сана. Точно так же должно быть поступлено и с пресвитерами, ибо правило предписывает, чтобы и они были учительны. Конец десятой части.